Кто эти люди, на которых сошел Бог Дух Святой? Что это за церковь? Из кого она состояла? В ком действовал этот Бог Дух Святой? Это самые простые еврейские мужики, это рыбаки. Они неграмотные, по большей части они даже читать не умели. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всему тому, чему я вас научил. Куда идти? Кого учить? Иди, попробуй, объясни кому-нибудь, что такое Бог Троица. Да ни у кого ума не хватит. Веруйте в кого угодно, во что угодно. Выбирайте любую религию. Служите самому сатане. Только, пожалуйста, не входите в общение с Богом Духом Святым. Потому что как только человек входит в общение с Духом Святым, он спасается. Спонсор выпуска – магазин Боровских РФ. Один из самых известных, не только в православной среде праздников церковных, День Святой Троицы. Вообще слово «Троица», оно ассоциируется только с христианством. Потому что только христиане веруют в Бога Троицу. И почему именно в этот день мы особо празднуем то, что мы веруем в Бога Троицу? Потому что именно в этот день люди впервые познакомились лично с третьим лицом Святой Троицы. До этого они были знакомы с Богом Отцом, с единым Богом, 2000 лет. Бог, Творец Вселенной открывался своему народу. Потом, когда второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, родился, как человек здесь на земле, вошел в историю. И люди воочию познакомились со вторым лицом Святой Троицы, с Богом Сыном, с Иисусом Христом, который всем, что он делал на земле, своей жизнью, страданием и смертью на кресте спас весь род человеческий от господства греха и смерти и своим воскресением разрушил смерть, смерти нет. Смерти как конца жизни. Чего так все люди боятся? Этого нет. Мало того, что человеческая жизнь не заканчивается, она еще и обретает всю полноту. После воскресения Христова человек, пройдя земной путь здесь во времени, рождается в жизнь вечную, где его ждет полноценная, неописуемая никакими словами, человеческая жизнь. Во всей ее полноте, грандиозности, красоте, величии и радости. И христиане в это свято верят и этого ждут. Каждый верующий в Христа человек, это человек, готовящийся к жизни вечной. И ему, собственно говоря, больше ничего особо и не надо. Самое трезвое мировоззрение, самый трезвый взгляд на жизнь. Если человеческая жизнь конечна, и нам придется с нашим телом вот этим расставаться, то надо готовиться к этому событию, для того, чтобы потом так же, как Христос, воскреснуть телом для жизни вечной. И жить уже всегда. Присно. Вечно. И вечно наслаждаться. Когда эта радость не просто не может ничем оброчиться или закончиться, а когда она всегда возрастает. Это бесконечное приобщение человека к божественной жизни. Совершенной, блаженной, вечной. Обожение. Это высочайший идеал. Христианский. Никто ничего более высокого придумать не смог. И не сможет. Это задание и эта цель дана самим Богом и открыта самим Богом. Для человека. А что же случилось в этот день? В день Святой Троицы. В этот день люди познакомились воочию с третьим лицом Святой Троицы. С Богом, Духом Святым. О котором Христос, воскресший, перед тем, как вознестись на небо и воссесть одесную Отца, то есть оказаться своим человечеством, своей человеческой природой, а не только божественной, там, откуда он пришел, в лоне Бога Троицы, на своем законном месте. И человеческой природой тоже. И этим самым указать на место человека, для чего человек предназначен. Он предназначен для этого, чтобы жить с Богом одной жизнью. Бог уготовил для людей место одесную Отца. Это трудно объяснить. Как вообще трудно объяснить и понять, что такое вечная жизнь. Но это реализация изначального замысла Бога от своем творении. Приобщить человека той жизни, которой он живет сам. Божественной. Где все человеческие несовершенства упраздняются. Где человек обретает совершенную природу, как возможность бесконечно уподобляться Богу. И в этой динамике, в этом движении и заключается подлинная жизнь. Она не может закончиться. Потому что человек может быть как Бог, но не стать им. Стать это значит остановиться. Это как раз тот дьявольский соблазн, на который поддались люди в раю при грехопадении. И именно поэтому они лишились общения с Богом. И вот сейчас это общение во всей полноте восстанавливается. И когда Христос возносился, он сказал, я ухожу к Отцу моему и Богу вашему. Но я пришлю вам другого утешителя, Духа Святого, который наставит вас на всякую правду. На всякую истину. Духа Святого, который от Отца исходит. Он нам даже указал на взаимоотношения между лицами Святой Троицы. И на десятый день после Вознесения, когда все ученики и Богородицы были вместе в одном помещении, в одной горнице, в Иерусалиме, на праздник. Когда в Иерусалиме было огромное количество народу, съехавшегося со всех стран. Евреи тогда уже жили в Россиянии. И вот евреи-россиянии, и даже не евреи, и иностранцы, приехали в Иерусалим, как в такую столицу тогдашнего цивилизованного мира, можно сказать. Иерусалим, где живет народ, общающийся с Богом. Евреи считают центром мира Иерусалим. А не Рим, как тогда думали многие. И вот, когда ученики все были вместе, случилось то, о чем предупреждал Христос. Сошествие Святого Духа на учеников. И это было явлено, видимым образом, в виде свечений, как будто бы пламени, огненных таких языков над их головами. Как это выглядело, на самом деле, нам трудно судить, но мы опираемся на текст Священного Писания. И что же произошло? Что это такое было? Вот это полнота явления Бога Троицы, когда не только Бог Отец, не только Бог Сын, но и Бог Дух Святой во всей полноте явились людям. Мы увидели особое действие Бога в мире. Бог создал свою церковь. Вот на этих учениках, которые собрались в Сеонской горнице, Бог создает свою церковь. Что это? Что такое церковь? В символе веры мы говорим «верую воедину святую соборную апостольскую церковь». То есть церковь – это предмет нашей веры. Мы даже не можем сказать, что это, мы не можем пальцем показать. Вот там церковь. Это предмет веры. Как сам Бог. Мы веруем в Бога и веруем в Его церковь, которую Он создал на земле. И деяния апостолов, которые описывают вот это событие, они как раз-таки и показывают, что такое церковь. Церковь – это не какой-то феномен. Это не какое-то сообщество просто людей, объединенных чем-то. Церковь – это действие. Церковь – это сама жизнь божественная здесь, на земле. Это потрясающая динамика, которая преодолевает законы природы. Вот что такое церковь. И, конечно, церковь – это действие Бога, Духа Святого в людях. Вот мы это обнаружили. Как действует Бог, Дух Святой в учениках, когда Он на них сошел. А лучше сказать, церковь – это действие Бога, Духа Святого в разумных созданиях, свободно следующих за Иисусом Христом. Ведь ученики – это те, кто послушно следовали за Христом. Даже после всего, что было, и что описано в евангельских событиях, когда во многих из них возникло малодушие, и они разбежались, но они не забыли своего Учителя. И они послушно собрались в этой горнице вместе с Богородицей в ожидании того, что обещал им Учитель. И вот это произошло. Это самое действие. И посмотрите, во что это отлилось. Какие формы. Кто эти люди, на которых сошел Бог, Дух Святой? Что это за церковь? Из кого она состояла? В ком действовал этот Бог, Дух Святой? Это самые простые еврейские мужики, это рыбаки. Они неграмотные, по большей части они даже читать не умели. Они не знали даже классического еврейского языка, на котором было написано Священное Писание. Они знали только вот этот простой, упрощенный диалект, такой суржик, на котором они все общались. Арамейский язык. И на этом языке с ними разговаривал Бог, чтобы им было понятно. Христос разговаривал с ними на этом языке. И когда-то Христос обратился к ним еще до Своего Воскресения, до Своей смерти, и сказал, идите, и после Своего Воскресения сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всему тому, чему Я вас научил. Куда идти? Кого учить? Это что за призыв? Эти люди сами не понимали того, что говорил Христос. Прямо Евангелие нам об этом свидетельствует, что они не могли вместить то, чему учил их Спаситель. Они все воспринимали вот в земном измерении. Они относились к нему как к земному царю, который вот не сегодня-завтра воцарится в Иерусалиме, и они тут такие приближенные, один по правую руку, другой по левую, этот министр финансов Иуда, он об этом мечтал. И заживут хорошо. Уже тогда иудеи вынашивали эти честолюбивые планы. Всемирное торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле, как говорил покойный протерея Александр Мень. Тоже представитель этого народа, кстати. Он-то лучше всех понимал, чего хотят иудеи. Они и сейчас этого хотят. Но посмотрите, что на самом-то деле. О каком царстве идет речь, когда Христос говорит «Царство мое не от мира сего». Его же никто не понимал. Как это «не от мира сего»? А от какого мира тогда? Если не от мира сего. Где может быть еще царство, если не здесь, не на земле? И вот когда ученики сподобили сошествие на них Духа Святого, они все сразу, в одночасье узнали, поняли и вместили. Вот оно действие Бога Духа Святого. Весь план спасения рода человеческий. И все это домостроительство, Петр, как самый старший из учеников, когда они вышли из этой сионской горницы наружу, в Иерусалим, где огромная, где огромная толпа, не знающая Христа, как Бога, увидела этих первых носителей Бога Духа Святого и удивилась. они были похожи на пьяны. Им показалось, что эти люди напились сладкого вина. Они были настолько радостны, они настолько были в духе, как говорится, с утра пораньше, что это было совершенно нетипично для еврейского народа. Евреи с утра не пьют, в отличие от русского народа, некоторых его представителей. И что же они услышали от Петра? А Петр взял и рассказал всю историю de еврейского народа, весь замысел Бога о своем народе от Авраама, потомками которых, которого все иудеи себя считали и считают, до Христа. И он сумел так это все связать в одну гармоничную, премудро устроенную последовательность развития событий, что люди в огромном количестве уверовали в Христа, как в своего Спасителя, как в Бога. До трех тысяч человек. Крестились в этот день, услышав проповедь Петра. А ведь его слушали не только иудеи, евреи, его слушали и иностранцы. И его понимали все. Даже те, кто не знал вот этого арамейского языка, на котором говорил Петр. Вот это тоже особое действие Бога Духа Святого, когда человек говорит так, что его понимают все. Даже если это не тот язык, на котором люди привыкли говорить и слышать. Мы видим, что действие Бога Духа Святого, оно попирает чин естества. Это то, что подчиняет себе законы природы, в том числе и человеческой природы. И вот так проявляет себя здесь на земле церковь, которая только что родилась, только что. Вот первые церковные люди. Это ученики, которые стали апостолами. Ведь апостол это посланник. Это они только сейчас восприняли себя как посланников. Они поняли, зачем они здесь на земле. Вот теперь они могли идти куда угодно, сколько угодно, не боясь ничего, не страшась ничего, как это было раньше, когда они страха ради иудейского закрылись в помещении, захлопнулись изнутри, чтобы, не дай Бог, их тут иудеи не нашли, и с ними не случилось то же самое, что с Христом. А сейчас они были готовы идти за Христом куда угодно и отдать за Него свою жизнь. И прямо сейчас открылось все, в том числе и их будущее, в котором явно просвечивалась смерть за Христа. И это не только их не остановило, не испугало, наоборот, это их подогрело еще больше. Потому что нет ничего лучше, краше и торжественнее для человека, как конец его земной жизни, чем отдать свою жизнь за Христа. Это каждому члену тогдашней церкви, вот этой апостольской, было ясно, как дважды два, четыре. И все они, совершив свое апостольское служение, вводясь Духом Святым, они закончили свою жизнь казнью за Христа, кроме одного, и она. Самого молодого из них. который, как мы знаем, не узнал смерти. Так вот, мы впервые, мы, это все человечество, впервые почувствовало, увидело, как действует Бог, Дух Святой в людях. что такое церковь? Это что-то совершенно иное. Это не от мира сего. В этом мире ничего подобного никогда не было. Это первое явление не от мирной реальности, которое для каждого верующего во Христа является предметом веры. церковь. Каждый человек, который обретает веру в Христа точно так же, как когда-то апостолы в день Пятидесятницы, то есть, день Святой Троицы, на 50-й день после его воскресения, они точно так же, как и ученики, обретают веру Духом Святым. Иначе веру в Христа обрести нельзя. Человек может уверовать во что угодно, в кого угодно, по собственному произволу или по дьявольскому наваждению. А вот уверовать в Христа можно только благодаря действию самого Бога, Бога Духа Святого. Лучше сказать Бога Троицы. Потому что Богом Духом Святым человеку открывается Бог Троица. И человек верует в Бога Троицу вместе с Господом нашим Иисусом Христом как во что-то само собой разумеющееся. Иди попробуй объясни кому-нибудь что такое Бог Троица. Да ни у кого ума не хватит. Люди 2000 лет кто смотрит на церковь со стороны пытаются понять что такое Бог Троица. Это невозможно. Бог Троица постигается только верующим сердцем. Если ты доверился Богу и сам захотел обрести эту веру вот тогда тебе Бог откроется как Троица. И тогда ты уверуешь в Бога Сына это станет твоим достоянием благодаря Богу Духу Святому. Вот какая эра новая открылась в этот день в день Святой Троицы. Эра Духа Святого. И когда мы читаем деяния святых апостолов а это история церкви мы видим что появление церкви на земле ее развитие на земле ее преумножение ее миссия на земле ее вовлечение вовлечение язычников которые никогда в жизни про Христа слыхом не слыхивали в церковь это одно сплошное действие Бога Духа Святого мощное которое сносит на пути все препятствия даже все сопротивления которые могут быть у человека внутри действию этого Духа Святого мы видим как лютейший враг церкви ученик Гамалиила фарисей из фарисеев иудей из иудеев как он сам про себя говорил саблу который ненавидел церковь ненавидел христиан наученный своими учителями он видел своей целью только уничтожение церкви чтобы не было ее на земле он враг церкви становится первоверховным апостолом Иисуса Христа который совершил на своем апостольском поприще больше чем даже те кто были избраны когда-то самим Христом в ученики 14 посланий апостола Павла которым стал Савву вот так ему открылся Христос Духом Святым по дороге в Дамаск когда он горящей ненавистью церкви двигался туда с отрядом солдат а в Дамаск он уже пришел послушным учеником Христа и в таинстве святого крещения в крещальной купели Бог вернул ему зрение физическое которое он потерял когда его осенял свет Божий и этот юноша стал самым горячим апостолом Иисуса Христа которого до сих пор ненавидят все кто в Христа не уверовал от иудеев именно потому что он иудей именно потому что он еврей именно потому что он ученик лучшего самого крутого раввина всех времен народа Гамалиила он стал ревностным христианином и столько пострадал за Христа столько вынес и был готов отдать свою жизнь за Христа и отдал ее таки за Него и мы сейчас чтим его как первоверховного апостола наряду с Петром 12 июля мы будем праздновать праздник Петра и Павла наш храм назван их именами наш престольный праздник это два первоверховных апостолов это два совершенно разных человеков которым действовал один и тот же дух действие Духа Святого это явление неотмирного порядка которое перевернуло этот мир ведь церковь действием Духа Святого она изменила можно сказать лицо планеты этой да конечно мир который водится дьяволом церковь возненавидел и тогда и потом и сейчас и будет ненавидеть церковь до второго пришествия ее главы Иисуса Христа в этот мир и в этом тоже есть смысл и это тоже необходимая среда обитания церкви которая не от мира сего в абсолютно враждебной абсолютно невыгодной для себя конъюнктуре лютой ненависти со стороны этого мира да церковь является самой собой и попирает всю эту ненависть и преображает этот мир и склоняет ненависть на любовь действиям Бога Духа Святого когда люди противящиеся ненавидящие Христа становятся христианами так уже происходит 2000 лет да церковь это особое действие Бога Духа Святого пойди поймай ее пойди найди пойди ее уничтожь ты будешь уничтожать людей которые Вадим и Духом Святым а для них это не проблема потому что они ищут Царствие Божие которое не от мира сего как сам апостол Павел говорил моя жизнь Христос а смерть приобретение теперь живу не я но живет во мне Христос разве можно этого человека упразднить да нет если ты лишаешь его жизни здесь на земле он обретает сразу жизнь вечную он из земной церкви переходит в небесную и за 2000 лет истории своей земная церковь это только начаток самой церкви а церковь небесная она простирается в вечность и насчитывает бесчисленное количество верующих и знающих и общающихся уже с Христом людей человек ставший членом церкви здесь не перестает быть им никогда и в вечности тоже человек христианин всегда во веки вечные и отменить это невозможно и вот таким образом происходит это удивительное сосуществование мира и церкви которая не от мира сего и сегодня мы живем в такой период когда это противостояние мира и церкви поднимается на более высокий технологический уровень информационный уровень мы видим как сейчас с помощью средств массовой информации дьявол пытается дискредитировать церковь всеми возможными средствами отвлечь людей от церкви куда угодно в любую сторону только чтобы люди не приобщились к этому облагораживающему очищающему их действию Бога Духа Святого чтобы только не это лишь бы не это все что угодно только не это веруйте в кого угодно во что угодно выбирайте любую религию служите самому сатане только пожалуйста не входите в общение с Богом Духом Святым потому что как только человек входит в общение с Духом Святым он спасается потому что спасение это соединение с Богом а соединение с Богом возможно только Духом Святым который от Отца исходит и в Сыне почивает мы Духом Святым соединяемся и с Иисусом Христом и с Богом Отцом со всей Троицы Вот в чем торжество христианства В этом христианство неуничтожимо Церковь неуничтожима Ее нельзя уничтожить Ее можно только приумножить Если ты будешь ее гнать, уничтожать здесь на земле И даже физически, как это было в 20 веке в России И как это было в первые века христианства в Римской империи Ты только увеличишь количество верующих в Христа людей Ты умножишь земную и небесную церковь А небесная церковь, это церковь торжествующая Если земная церковь воинствующая, ей есть с кем воевать Как говорил апостол Павел, не с плотью и кровью, мы не с людьми воюем А со своими страстями, с бесами, которые им приседят, с духами злобы поднебесными Мы достигаем царствия Божия, у нас нет врагов здесь Единственный наш враг это дьявол И наш грех, наше сочувствие грехам, вот наши враги И с ними мы боремся А церковь небесная, она торжествует Это церковь святых Это огромная армия, воинство непобедимое По чьим молитвам этот мир еще стоит, держится Здесь еще живут люди и имеют возможность войти в церковь Только по молитвам самой же церкви небесной За весь мир, за всех людей Бог нас милует и продляет нам наши дни Этот мир существует только благодаря тому, что есть церковь Единственный смысл существования этого мира в церкви, которую он ненавидит и пытается истребить Как глупец, который пилит сук, на котором сидит Конечно, встреча человека с Христом происходит через Духа Святого Вот как сам Христос говорит Никто не знает Сына, то есть Его самого, кроме Отца И Отца никто не знает, кроме Сына И кому Сын хочет открыть А Он открывает Себя Духом Святым Уверовать в Христа это чудо Это явление сверхъестественное, вера в Христа Но это не значит, что это фантастика какая-то Наоборот Это результат обретения человеком той нормы, которую он утратил в грехопадении Это очень даже естественно для человека Веровать в Христа Только для этого человеку нужно этого захотеть Человеку нужно совершить над собой некое усилие Некий подвиг Нужно сдвинуть себя с того места, на котором ты стоишь Нужно разлюбить себя таким, какой ты есть сейчас По слову самого Христа Кто полюбит душу свою в мире всем, тот ее погубит А кто погубит ее ради меня и Евангелия, тот ее спасет Нам нужно не побояться Так передоверить себя Господу Богу, Иисусу Христу Вот тогда у нас будет так же, как когда-то в день Пятидесятницы Действовать Бог, Дух Святой И вот тогда наша жизнь полностью поменяется Тогда мы станем вполне людьми Потому что вполне человек, это человек, в котором действует вся Троица Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok